В Одессе 6 вечера эфир 7 канала продолжает новости в студии Игорь Буренко. Здравствуйте. Полицейский спецназ задержал вчера опасного киллера. Об этом сообщил начальник областной полиции Дмитрий Головин. Преступник скрывался в Одесской области. После того, как было установлено его точное местонахождение, провели спецоперацию, причем без единого выстрела. Само наші підрозділи ГУНП та ДКРНПУ сьогодні в результаті близковичних дій затримали в області без жодного пострілу особливо небезпечного злочинця, керівника бандитського угрупування, який переховувався після спроби навдалого затримання раніше в одній з сусідніх областей, вчинивши озброєний опір. Тоді двоє злочинців відкрили вогонь по співробітникам КОРД, один з злочинців загинув, а цьому таки вдалося втекти. В Одесі поліція задержала банду розбойників-рецидивістів. Группірувка спеціалізувалась на бізнесменах і валютчиках. Бандиты заманивали предпринимателей навстрічу под видом клиентов. Так, задержанні сработали вчора і на вулиці Балковській. Коммерсанта завели в під'їзд, там на нього наставили пистолет, а голову розбили молотком. Мужчины забрали все ценности і 20 тисяч гривень наличними. Убежати далеко з добычей нападаючим не удалось. Всех 4-х членів банди задержали прямо в авто, вместе з оружіем і всем награбленим. Мужчины – опітні пріступники, у всіх богатое кримінальне прошлое і тюремні сроки за плечами. За очередное преступление им светит до 12 лет заключення. Проводятся безотлагательные следственні действия, направленные на сбор всех улик по данному факту. Задержанні злоумышленники обоснованно подозреваются в совершенні аналогичних преступлений як на території Одескої області, так і на території України в цьому. Этой ночі во дворе дома на улиці генерала Петрова 44 рухнула тополь. Дерево упало на два припаркованных автомобиля і потянуло за собою електропровода. Ночью вот это громыхнуло, упало дерево, і все, на машину. Три часа ночі, как раз три часа ночі. В 15.04-го уже начали движение, вот это вот, видели, все вышли. В полном шоке. Ну, я увидела, машина не подлежит, как вы видите, никому невостановлению, ничему, это печально. Денег нет. Машина была и так подарена родителями. Я не работающий человек, у меня маленький ребенок. Живу вдвоем с ребенком. Как это все восстанавливать и что теперь делать, ну, как бы, я не знаю. Столбы ЛЭП упали посреди двора и перекрыли пешеходные дорожки. Из-за повреждений на территории временно не будет электричества. Ствол упавшего дерева коммунальщики уже распилили и убрали. Ну, а я отмечу, что местные жители неоднократно обращались в ЖСК с просьбой спилить старый тополь. Думаю, еще у нас тут две или три ветки упали. Ну, и, соответственно, и дворникам говорили, обращались. И я звонила, жаловалась, что ребенок ходит в школу и предупреждала, чтобы, смотри, аккуратно не ходи под этим деревом. А знаете, как дети. Ну, никто на это не обращал внимания. Лидируем с конца. Ежегодно в Одесской области регистрируют более двух тысяч случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Такое же количество человек заболевает и туберкулезом. Чтобы изменить печальную статистику, в Одесском регионе изменят систему оказания помощи. Так больным туберкулезом и ВИЧ-инфицированными займутся семейные врачи. Далее расскажет наш корреспондент Екатерина Лапицкая. Лечить по-новому. Теперь пациенты с ВИЧ и туберкулезом даже из самых отдаленных районов области смогут быстро и эффективно получать помощь у семейного врача. А не ехать в специализированные центры, как это было раньше. Мы хотим интегрировать эту помощь, не только зациклить на инфекционистах, но и научить лекарям первой помощи, которые ближе физически находились до всех пациентов в регионах, научить их тоже работать с пациентами, коммуникувать, руководить их на лечение, на тестирование. В Минздраве хотят решить проблему неприятия обществом ВИЧ-инфицированных людей. А еще изменить отношения как больных, так и врачей к этому диагнозу. Для этого даже организовали научную сессию для медиков со всего региона. Мероприятие очень важно. Оно формирует коммуникацию или коллаборацию, то есть объединение усилий врачей всех специальностей, прежде всего первичной медицинской помощи и специалистов, которые занимаются непосредственными проблемами ВИЧ-инфицированных, для того, чтобы у нас была приемственность между врачами, единое понимание, как работать с людьми, которые имеют эту проблему. Сейчас провериться на ВИЧ можно совершенно бесплатно. Закупку экспресс-тестирования помимо зарубежных фондов обеспечивают и местные бюджеты. Наше самое большое достижение, которое позволит нам в ближайшие пять лет переломить ход эпидемии ВИЧ-инфекции, мы за этот короткий промежуток времени набрали на антиретровирусную терапию свыше 11 тысяч человек, проживающих в Одесской области, больных ВИЧ-инфекцией. Теперь намереваются за год обеспечить проведение терапии почти для 8 тысяч человек. Клевиную долю поставок антиретровирусных препаратов взяли на себя зарубежные компании. Одна из них уже заканчивает пятилетнюю программу помощи Украине. Задача проекта была помочь украинским партнерам взять эпидемию ВИЧ-инфекции под контроль. Речь идет о том, что сегодня весь мир, и Украина в том числе, взяли на себя политическое обязательство остановить эпидемию. Общий объем финансирования проекта 22 миллиона. Это 5 лет работы, это 8 областей Украины. Отмечу, по словам руководителя проекта, американское правительство продолжит помогать Украине. В скором времени заработают новые программы, которые поддержат медицинскую реформу. Екатерина Лапицкая, Андрей Дьяченко, Седьмой канал. Скандал между Национальным природным парком «Тузловские лиманы» и окружающими его сельсоветами. Жители громад и экологи не могут прийти к компромиссу по поводу зонирования территории. Какие места будут заповедными, а какие можно будет использовать в хозяйственной деятельности. На совещании в Одесской обладминистрации проблему пока решить не удалось. Далее подробнее. План зонирования территории Национального природного парка «Тузловские лиманы» стал причиной конфликта между дирекцией нацпарка и многими сельсоветами Татарбунарского района. Местные жители против ограничений, которые накладывает статус заповедной зоны. Ну, никак не может встраивать мешканцев Желтоярской сельской ради. В связи с тем, что озеро Горебейк полностью стоит заповедной зоной, а озеро Карачаус – та глубокая часть, где можно покупаться, потому что залишаются одни низины, там, где, ну, вода будет пощоколоткой, не больше, и люди не смогут и тоже не покупаться. В том числе и рыбачить. Селились люди для того, чтобы рыбачить. Мы не ведем умову за то, чтобы прокорнервничали, Боже, не за это. Мы ведем умову за то, чтобы они могли рыбачить и мали возможность официально. В свою очередь, экологи заверяют, они и так пошли навстречу жителям окружающих нацпарк населенных пунктов. Нормативом украинским зонирование таких экосистем, как лиманная экосистема нашей территории, должны иметь 75% заповедной зоны. Остальная – хозяйственная зона регулируемой криации. Здесь же мы сделали, ну, сделали 44 вначале, а потом в процессе переговоров отступили до местных, сделали 37. Им тоже мало. Они хотят всем, как вот говорит бывший директор, всем, чтобы там в каком-то месте, которое им вообще не интересует, они шастали везде, а держава и международные организации просто страдали от того, чтобы биоразнообразие будет уничтожаться. На совещании дошло до скандалов. Стороны обвиняли друг друга в коррупции и непрофессионализме. Есть две стороны. Я громада, я национальный парк. Сейчас мы работаем с громадой окремо, с национальным парком окремо, и мы должны идти до какого-то концевого результата, и мы до него отойдем. Вопрос о сгонувании. Оно стоит до 10-го года. По сегодняшний день не решено. Такого быть не может. В завершении встречи главы сельсоветов предложили представителям нацпарка искать компромисс и обсуждать проект зонирования напрямую с жителями населенных пунктов. Александр Полоев, Валентин Мирза, Седьмой канал. Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом США Трампом. Как охарактеризовал встречу сам Петр Порошенко, мы получили твердую поддержку со стороны США. Поддержку и в отношении суверенитета, территориальной целостности, независимости нашего государства. Сегодня гостем на седьмом станет политолог Денис Кузьмин. Денис, здравствуйте. Проходите за нашу трибуну. Первый вопрос такой. Давайте поговорим вообще. Общая характеристика того, что произошло, что это за встреча была, насколько она важна для Украины, для украинцев и для президента. Если кратко, как для Украины, так и для нашего президента. Отношение с Соединенными Штатами имеет стратегически важные направления. Это не только партнерство экономическое, военно-политическое, но это прямая поддержка нашей нынешней власти. Без поддержки Соединенных Штатов мы будем не в состоянии противостоять тем элементам внешней агрессии, с которыми мы сейчас сталкиваемся. И безусловно, без поддержки ключевой стороны в мире будет сложнее и проводить внутренние реформы. Раньше была, давайте вот простым языком для наших зрителей, раньше была такая же поддержка или не было? Что у нас конкретно изменится? Крым станет обратно нашим, Донбасс обратно придет к нам в наши границы? Если кратко, Соединенные Штаты непосредственно этим заниматься не станут, то есть они не будут за нас ни воевать, ни полностью финансировать, но оказание поддержки, прежде всего давлением на Российскую Федерацию, экономическими санкциями, можно будет заставить иначе себя вести Россию в первую очередь на Донбассе. Крым это немножко отдельная история. Поэтому для вообще всей его периода независимой Украины и отношения США всегда имели очень важную роль. Таких визитов было немало и крайне важно в нынешней обстановке президенту Порошенко наладить, я бы сказал, даже личные отношения с президентом Трампом, который имеет непростое положение внутри страны, чья политика внешняя, по сути, только формируется, и зацепиться как бы в приоритетах его политики. Это ключевая задача президента Порошенко, как для него лично, так и для внешней политики Украины. Статус Украины в мировой политике изменится как-то? Сразу ничего не изменится. Визит этот очень краткий, скорее такой статусный, я бы сказал. И если, исходя из конкретных действий, весь мир будет наблюдать, что Украина пользуется важными элементами поддержки со стороны Соединенных Штатов, не только какими-то словами или репликами, договорами, но это прямое финансирование, в том числе помощь в реформировании наших вооруженных сил, то это будет повышать, естественно, наши ставки в мире, хотя здесь обольщаться совершенно не стоит. Безусловно, мы по-прежнему будем неким объектом, скорее, а не самостоятельным игроком на мировой арене. Встреча открытая была, да, я понимаю? Большая часть открытая, ключевые переговоры были с вице-президентом, с президентом это так называемый дроп-ин, то есть это, в общем-то, довольно краткая встреча, что является традиционной для президента Трампа и вообще не со многими лидерами. Тут, скорее, это не такой полномасштабный визит с выступлениями перед Конгрессом, с выходом на прессу двух президентов. Этого всего не было, но здесь закинуты целый ряд важных, так сказать, крючков в отношении двух лидеров, о чем, я думаю, мы поговорим в эфире подробнее. Спасибо большое, Денис. Я напомню, у нас был Денис Кузьмин. Насыщенный эфир и еще больше мнений сразу после новостей в передаче «Вечер на седьмом». Мусор, спасающий жизни. Одесские волонтеры собирают хлам, сортируют его и сдают на переработку. На полученные средства покупают одесским военнослужащим медикаменты. За несколько лет такой помощи собрали более 50 тысяч гривен. Подробности в сюжете нашей Анны Гринев. А еще стеклянные жестяные банки, батарейки, бумага, журналы, тетради и пенопласт. На Канатной 35 всем этим, на первый взгляд, хламом завалено два склада. Его сюда свозят со всего города уже почти три года. Сначала АТО. Все друзья, все знакомые были на войне. И тогда мы уже просто с кишень достали все, что можно. И мы поняли, что не足ит. Анна Михайленко рассказывает, что от такой акции тройная польза. Тут вам и помощь военнослужащим, и спасение экологии, и воспитание деток. Они несут активнее остальных. Дети, дети приедутся, семьи приедутся. И так классно, что они точно не будут кидать смятя. Они знают, что это можно сдать. За все время работы удалось собрать более 50 тысяч гривен. Гроши, которые мы собираем, мы отправляем на помощь. Чи то войсковым, которые поранены, потребуют помощи. Мусор принимают каждое воскресенье с 12 до 3 часов дня на Канатной 35. Анна Гринев, Андрей Зьяченко, Седьмой канал. Обыскали со второго раза, но с нарушениями. В промзоне за жилмассивом Котовский налоговики проверяют частное предприятие. Официальная причина неуплата полутора миллионов гривен земельного налога, но у собственников свое мнение. Прямиком с руин советских амбиций. Сюжет Игоря Хмурова. Вчера 20 июня оперативники пролазили через окно, смотрели здесь. В принципе, здесь вообще как бы нечего смотреть, искать. Но они пролазили, так как ключа не было. Хотя на первый день, 19 июня, они заходили, тоже смотрели документы. Но так как не было ключа на второй день, они открывали отвертками молотком. Промзона вокруг бывшего завода «Центролит» вскоре может стать новым полем юридических баталий. Недавно в Украине произошла бюрократическая эволюция. И в реестр имущественных прав стали вносить недострои, коих здесь пруд пруди. На закате Союза эта территория могла стать огромным транзитным узлом экспорта металла. Планировали даже небольшой городок с собственной котельной, но не успели. А лет 20 назад часть строений государство продало с аукциона. Сейчас они принадлежат малому частному предприятию. Арендную плату за землю мы платить не должны. Мы платим земельный налог в составе единого налога. Земельный налог уплачивается за земельный участок, на котором расположено вот это строение. Строение зарегистрировано по праву собственности за предприятием Кошеленко. Данные реестра 2 июня 2017 года. Буквально через пару недель после регистрации сюда нагрянуло налоговое с обыском. Поводом стало уголовное производство за неуплату земельного налога за прошлый год в казну Одессы. Всего насчитали полтора миллиона. При этом адвокат говорит, по данным той же налоговой инспекции никаких долгов нет. А поводом для открытия производства стала некая информация. Занимательно, что обыскивали не адрес или фирму, а строение в границах координат. В помещениях, расположенных на земельной делянке, местонахождение, которое совпадает на местности с поворотными точками, которые имеют следующие географические координаты. И указана точка 1 координаты, точка 2 координаты, точка 3 координаты. Но вот беда. Оказалось, что офис с документами находится в вагончике, который немного не попал в указанные параметры. На следующий день налоговики вернулись с новой ухвалой суда и новыми координатами. Аккурат под вагончик. Вот здесь, собственно говоря, был обыск. Это наш, ну, как строительный вагончик, мы здесь находимся. Зашли, 8 человек, перевернули здесь все вверх дном, вывалили документы. На стол искали, заглядывали за карты, за картины, за календари. Пытались простукивать там вагонку деревянную, что-то часть сняли. Действительно, искали так, что ободрали даже часть вагонки. Возглавлял это дело новый следователь, хотя очередную ухвалу выписали на предыдущего. На этот раз адвоката не допустили, нарушив его права. Немного о предыстории нам рассказала дочь владельца зданий Виктория. Промышленный ареал Центролита находится за чертой Одессы. К концу нулевых между районом и городом за него разразилась настоящая битва. Подогревали ее и выборы. Райсовет был за Ющенко, а горсовет за Януковича. В итоге беглый пришел к власти. Азис бетонной арматуры отдали Одессе. Соответственно, потенциальный земельный налог возрос в разы. Столько денег у семьи не было, и заключение договора аренды отложили. Долгое время здание сдавали, пересдавали. Но недавно решили отстроить и запустить перевалку зерновых. Даже взяли ипотеку. Речь идет о недостроенном цехе на 11 тысяч квадратов и крытом помещении еще на 10 тысяч. Плюс своя железнодорожная ветка прямо под цех. Масштаб и стал причиной налоговой атаки, предполагают владельцы. Подано заявление о совершении уголовного правонарушения следователям и сопровождавшим его лицами в прокуратуру Одесской области. Ну, соответственно, все визиты полиции сопровождались подачей нами заявлений в полицию. Будет подана жалоба, это планируется уже на завтра, на незаконный обыск, на возврат тех документов, которые были изъяты следователям при проведении обыска. Потому что то, что они изымали, никакого отношения к арендной плате не имеет. За развитием конфликта будут следить Игорь Хмурый, Игорь Казанжи и Седьмой канал. 17 стран, огромное количество участников и две золотые метали у украинки. Наталья Чеханадская представляет спортивно-бальные танцы на колясках и на днях привезла в Одессу сразу два золота с Кубка Европы. Тем самым дав украинской сборной карт-бланш для участия в чемпионате мира. О том, что такое настоящая победа, расскажет Наталья Костенко. Этот танец сделал Наташа обладательницей одной из трех завоеванных ее медалей Всемирного Кубка Европы по спортивно-бальным танцам на колясках. Несколько дней назад во Франкфурте она взяла два золота и серебро в соревнованиях, в которых участвовали спортсмены из 17 стран. Но для украинцев такие победы – это не просто спортивный результат. Вы знаете, я даже не могу передать, сколько трудностей было перед тем, как я попала на этот турнир. Мне выбраться на тренировку было очень сложно. Спуститься со второго этажа с лестницы – это уже большая проблема, сидя в четырех стенах. Поэтому каждая поездка на тренировку даже для меня возникала. Большая трудность. Но я все равно шла вперед к осуществлению своей цели. Украинцы привезли домой две золотых, две серебряных и одну бронзовую медали. Наша сборная – это 12 спортсменов из Ровна, Хмельницкого, Киева и Одессы. Раньше Наташа представляла этот вид спорта в Донецке. Но с началом войны пришлось перебраться в Одессу. Дело в том, что я начала заниматься танцами еще в Донецке, тогда был у нас целый танцевальный коллектив. Там это все финансировалось, все поездки на тренировки. У нас был специализированный транспорт, мы не знали проблем. Вот в Одессе немножко не так получилось. В новоспорте, говорят, у нас никогда не было танцоров на колясках. У нас нет зала, у нас нет транспорта возить на тренировку. То есть в этом плане нужна какая-то поддержка. Зато желающих заниматься много. Но пока Наташа единственная в Одесском регионе, кто представляет Украину на международных турнирах. Во многом, благодаря ей, наша сборная получила карт-бланш для участия в чемпионате мира. Для нас это открытая дорога на чемпионат мира. То есть для того, чтобы попасть на чемпионат мира, мы должны были съездить на этот турнир. И вот сейчас мы уже будем готовиться на октябрь, чтобы выступить на чемпионате мира. Я думаю, что мы выступим достойно. Мы всегда приезжаем с золотом, серебром, бронзой. Призовые места мы всегда привозим. И конкуренты наши знают, что Украина сильная. Впереди у Наташи чемпионат мира. Благо, специальная танцевальная коляска, хоть и не самая дорогая у девушки, уже есть. А вот с покупкой профессиональных костюмов проблема. Надеются спортсмены на поддержку всех, кто ценит упорный труд, стремление к победам и украинский спорт. Наталья Костенко, Евгений Руденко, Седьмой канал. На этом у нас пока все. Следить за новостями Седьмого канала всегда можно на официальном сайте и в социальных сетях. Ну а если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам в редакцию. Телефон 726-3226. Итоги дня, как всегда, подведем в 20.00. Ну а сразу же после выпуска новостей смотрите «Вечер на Седьмом». Мой коллега Сергей Брачук обсудит с гостями в студии визит президента Порошенко к президенту США.